Деньги часто бывают вне зоны доступа, а наша программа «Подсказки потребителю» всегда на связи. Мы раскрываем секреты и даем советы по экономии бюджета. Смотрите сегодня в выпуске. Срок неподности. Омские магазины травят покупателей испорченными продуктами. Землю россиянам или гектар за спасибо. Каждый амич может получить бесплатный надел на Дальнем Востоке. Не перевелись еще богатыри. Молодежный клуб продолжает набор в секцию деревового спорта. Занятия здесь проходят бесплатно. В Омске участились случаи продажи просроченной продукции. Этим чаще всего грешат небольшие магазинчики, ведь прибыль превыше всего. А между тем, покупка просроченного продукта может обернуться для человека потерей здоровья. Как наказать нерадиового продавца, узнала наша съемочная группа. У вас тут ракфор завалялся. Сыр такой, с плесенью знаменитый. Прям с плесенью? Ну, вообще прям. Вот он. Заколебал этот сыр. Надоедливый сыр с плесенью при виде ревизоров продавец сразу убирает с прилавка. Продукт давно испорчен, но владелец магазина не спешит его утилизировать. По указанию руководителя, продавцы ежедневно моют сыр, придают ему товарный вид и вновь предлагают покупателям. И такие случаи в магазинах города сплошь и рядом. Чтобы замаскировать тухлую колбасу, ее обрабатывают марганцовкой, протирают подсолнечным маслом или жидкостью с запахом дыма. Ничего личного. Бизнес есть бизнес. Пусть плесенью была колбаса, плесень срезается, все это режется кусочками, все в пиццу. Я знаю, что это уже лежит 2-3 дня, но уже не свежее. Это списывать надо. Она нет. Или в переработке. Продавай, оно хорошее. Ну как я могу? А потом, когда ее нет, люди приходят и приносят мне, кидают мне в лицо вот это все. Омская региональная общественная организация защиты прав потребителей. В организации по защите прав потребителей телефон звонит не умолкая. В день на горячую линию поступает несколько десятков звонков от возмущенных горожан. Люди, сталкиваясь с обманом в магазинах, часто пасуют и просят о помощи. Инна Иванова тоже обращалась за поддержкой. Несколько месяцев назад в одном из супермаркетов города женщина купила просроченный творожный сырок. Но не поленилась, а пошла в магазин и отстояла свои права. В результате ей вернули деньги. Я считаю, что просто необходимо обращаться в торговые сети с заявлением, говорить им о том, что обнаружен просроченный товар, неважно, будь то 10-20 рублей. Это даже дело не в денежных средствах, а в здоровье людей, здоровье граждан, детей, пенсионеров. Поэтому не нужно опускать руки и отстаивать свои гражданские права. При наличии чека возврат товара проходит чаще всего безболезненно. Покупателю заменят продукт или отдадут деньги. Если документа об оплате нет, то закон о защите прав потребителей все равно на стороне клиента магазина. Факт покупки может подтвердить видео с камеры наблюдения или показания свидетелей. В случае, если вы рассчитываетесь с банковской карты, если в магазине есть терминал для такого рода расчета, то выписка банковская может послужить потом в последующем случае спора. Вам доказательство того, что вы приобрели какой-то товар. Не выкидывайте чеки, покуда не убедитесь в том, что вы купили качественные продукты. Если, несмотря на все доказательства, продавец отказывается вернуть деньги, требуйте жалобную книгу. Здесь надо сформулировать свои требования, а потом написать претензию к магазину. Заявление подается в произвольной форме. Главное, чтобы из текста было понятно, кто от кого, почему и что хочет. Претензию надо составить в двух экземплярах. Один вручить лично или отправить по почте сотрудникам магазина. На другом получить автограф должностного лица о принятии заявления. Через 10 дней после получения претензии покупателю должен прийти ответ. В случае, когда решить конфликт мирным путем не получается, потребителю нужно обращаться в Роспотребнадзор или суд. У нас есть случаи в судебной практике, когда бабушка за одно яблоко наказала магазин, ни много ни мало, на 5 тысяч возмещения морального вреда. Просто решила пойти до конца. И если бы все потребители поступали так, я думаю, что нарушений в магазинах было бы намного меньше. Обезопасить себя от просроченных или испорченных продуктов может и сам потребитель. При покупке обращайте внимание на дату изготовления продукта и его внешний вид. При наличии зеленых или черных пятен лучше отказаться от приобретения товара. Бесплатный гектар. Теперь каждый россиянин может стать землевладельцем. Участки дают в регионах Дальнего Востока. Земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет. После чего его можно взять в аренду или получить в собственность. Как оформить участок, расскажем в нашем сюжете. Стадион «Красная звезда». Огромная футбольная площадка. Достопримечательность комплекса. 2,5 таких поля. 1 гектар. Норма на одного человека. Если в семье трое, дадут уже 3 гектара от бескрайней дальневосточной земли. На дел предоставляют безвозмездное пользование на 5 лет. На этот срок действуют налоговые каникулы и не надо платить за аренду. Главное, участок надо использовать. Например, построить дом, организовать ферму или бизнес. Иначе землю придется вернуть. По истечении 5 лет, прежде чем предоставить, нужно будет отчитаться по его использованию этого участка. И когда он будет отчитываться, нам от комиссии будет собираться. И те участки, которые не возделываются, просто не будут предоставлены дальнейшим. Если земля будет освоена, ее разрешат оформить в собственность. Участие иностранных граждан в программе не предполагается. На дел только для россиян. Пока землю дают жителям Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года землевладельцами могут стать все граждане страны. В том числе и амичи. Зачем нам нужен Дальний Восток, если мы в Омске живем? В принципе. Нас здесь все устраивает. Да ну, это же работать надо. Я старый, дети не будут, конечно, с вами. Поэтому нет, это не то все. Китайцы там возьмут. Китайцам не дают, только россиянам. Ну, а россиян туда калачом не затянешь. В общем, беда там. Конечно, бы взяли, почему нет-то. Пускай дают, хоть что-то дают. Можно два. Два гектара никогда лишними не будут. Можно же развивать свое хозяйство. Ну, в Омске уже у нас как бы все очень печально, если честно. А там? Там, ну, значит, раз государство дает, значит, видит перспективу развития, понимаете? У нас много молодежи, которые там выучат, живут, работают. Вот, берут участки. Взять у меня взял. Вот взять взял. Они вот собираются, где-то с полгода уже, собираются там строиться. Приезжайте к нам на Дальний Восток. Я с Магадана. Выбрать участок можно, не выходя из дома онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру. Полученный логин и пароль потребуются для перехода на другой ресурс – на дальневосток.рф. Здесь есть карта участков. Они находятся в девяти регионах. В Якутии, на Чукотке и Камчатке, Приморском и Хабаровском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной области. Все наделы расположены в пределах 20 километров от населенных пунктов. Причем границу участков можно будет сформировать самостоятельно. На обработку данных максимум 30 дней. Чем раньше ты начнешь этим заниматься, тем будет, соответственно, больше свободных участков. А по мере того, как эти участки будут разбирать люди, их становится все меньше. То есть, если два человека претендуют на одно и то же место, местоположение участок, то участок предоставят тому, кто первый предоставил заявление по этому земельному участку. Белых пятен на карте пока много. Они могут стать плодородной почвой для развития экономики округа. Дальний Восток – это новые точки роста. Территория, опережающая развитие. Объем инвестиций – миллиарды рублей. Для тех, кто свой бизнес планирует начать на Дальнем Востоке, предусмотрена государственная поддержка, гранды и налоговые льготы. Хорошо тем, кто живет недалеко от центра города. Магазины, развлекательные, спортивные клубы – все под рукой. Но что делать тем, чей дом находится на окраинах Омска? Например, в районе поселка Солнечный. Радоваться. Ведь у вас есть возможность заниматься разными видами спорта. Бесплатно. Победить время, силу гравитации и самого себя – цель каждого, кто решил заняться гириевым спортом. Нагрузку выдержать непросто, поэтому слабые духом сразу отсеиваются. Остаются только богатыри. Здесь так называют юных спортсменов. Сейчас их в клубе 60, но не пропускают занятия лишь 12. Среди них Максим Губин. В 16 лет парень уже сумел получить второй взрослый разряд по гиревому спорту. Нагрузки были в первый день легкие, в принципе, но на следующий день, проснувшись, я не мог встать с кровати. Ну, потом уже как бы по нарастающей, по нарастающей уже, в принципе, привык к тем нагрузкам, которые мне дают. Гиревой спорт объединяет в себе элементы тяжелой и легкой атлетики. Это функциональная тренировка, которая развивает силу, выносливость, координацию и даже гибкость. И если с интересом парней здесь все ясно, то вот тенденции последних лет удивляют. В ряды гиревиков все чаще начали вступать девочки. Гантели и гири они поднимают уже с 10 лет. Конечно, им справиться с этим куда сложнее. Бывает, не могу руку поднять вверх, падает гиря с рукой вместе. То, что девочкам нельзя поднимать с тяжести, это миф, говорит тренер Алексей Климов. Поднимать их можно и даже нужно, но с умом. Для каждого своя нагрузка. Вес гирь, он разный. Есть вообще гантели по 2 килограмма. Есть гири 8 килограмм, 12 и так далее. То есть это просто разновидность тренировки, которая очень эффективна, потому что это недорого. Тренировки у нас в сексе, они бесплатны абсолютно для детей. Инвентарь, то есть не изнашивается. Если гири есть, то они служат десятки лет и с ними ничего не происходит. Качества, которые нужны человеку, они нужны в равной степени и мужчинам, и женщинам. Однако, если гири вам не по душе, то можно взять в руку ракетку и начать играть в настольный теннис. Причем профессионально. Здесь проходят занятия под руководством тренера. И это не ваше. Тогда танцуйте. В клубе работает секция современного танца. Также здесь можно научиться играть на гитаре. Студии работают на бесплатной основе для всех желающих. Бесплатную основу удается сохранять благодаря, конечно же, программе целевой. Это программа «Молодежь города Омска», которая позволяет финансировать эти клубы, содержать их. Ну и, конечно, благодаря нашим специалистам по работе с молодежью, которые, пусть за небольшую зарплату, но предлагают достаточно качественные услуги. Это как раз тот случай, когда за услугами ездить в центр не нужно. Клуб расположен в отдаленном районе города, в поселке Солнечный. Всю подробную информацию о работе секции можно узнать по телефону 71-35-40. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»